24 апреля в Тверской области прошли выборы сразу в семи муниципальных образованиях у Домбли, Зубцове, Максатихинском, Бежевском, Молоковском, Кушиновском и Санковском районах. Явка составила чуть более 35%. В голосовании приняли участие около 15 тысяч жителей 42. Всего замещалось 90 депутатских мандатов. Было выдвинуто изначально 215 кандидатов. 72 из них в порядке самого движения и 143 были выдвинуты парламентскими партиями. В данной ситуации лидировала Единая Россия, которая выдвинула 89 кандидатов. Следом шла КПРФ 29, ЛДПР 18 и Справедливая Россия 7. До регистрации дошло 184. Как показали итоги выборов, в этот раз сюрпризов не произошло. Во всех 10 избирательных кампаниях большинство голосов получили кандидаты от партии власти Единой России. Ими занято 70 мандатов из 90. Вторые в списке коммунисты с 12 мандатами и третий – самого движенца с 8. Представители двух парламентских партий ЛДПР и Справедливая Россия не получили ни одного мандата. Говоря о прошедших выборах, Валентина Дронова обратила внимание, что это крайне избирательная кампания перед единым днем голосования, который намечен на 18 сентября. Она напомнила, что Тверская область находится в совершенно уникальном положении. Жителям придется выбирать представителей всех ветвей власти. Впервые за 13 лет в регионе состоятся прямые выборы губернатора. Водвижение кандидатов на должность губернатора возможно только от политических партий. Кандидатам необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр и собрать свою поддержку подписи не избирателей, а подписи депутатов, представительных органов муниципальных образований и глав избранных на прямых выборах. Как заметила Валентина Дронова, выборы губернатора схожи с избиранием президента. Победитель должен набрать 50% плюс один голос. При этом избирателям нельзя будет голосовать против всех кандидатов. Соответствующую графу законодатель оставил только на выборах в местные органы. Пока имена кандидатов в губернатор неизвестны. Однако в первых числах августа все выдвиженцы должны быть уже зарегистрированы. Важное значение на этом этапе имеет подача документов, как в печатном виде, так и электронном. Чтобы уберечь кандидатов от возможных ошибок, Центральная избирательная комиссия разработала специализированное информационное изделие. Новая версия программного продукта была представлена на видеоконференции в областном избиркоме.